Освобождение 90 тысяч заключенных, перенос туристического сезона и бесплатные медицинские маски. Так борются с коронавирусом в Турции. В девятой стране мира по количеству инфицированных снижаются новые случаи заражения. И это в отсутствии режима ЧП. Как противостоят пандемии в Турции и что будет с одной из крупных экономик мира? Жалгаз Асганбаев задал вопросы нашему соотечественнику, проживающему в Стамбуле. Эксклюзивный материал прямо сейчас. Устремляющий взгляд на великий Стамбул, рассказы о гостеприимности турецкого народа и немного тоска по родине. Эти кадры с Налиманом Жаркимбаевым мы отсняли пять месяцев назад. И он, и наша съемочная группа представляла, конечно, многое. Но никак не то, как опустеет столица четырех империй. Так выглядел Стамбул, прошедший выходные. Почти во всей стране ввели 48-часовой комендантский час. Пандемия не знает границу. Каждой страны свой опыт противостояния. Турецкий метод немного отличается. Запрет на выход из дома детям и пенсионерам, отслеживание нарушителей карантина через смартфоны и раздача бесплатных медицинских масок. Эрдоган объявил о том, что продажа масок теперь запрещена. И это действительно так. Маски можно получить бесплатно в аптеках. А также они раздаются бесплатно в местах общественного скопления, в супермаркетах и других местах, где присутствует много народу. Система здравоохранения Турции находится в очень хорошем состоянии. Как и по количеству больниц, так и по оснащению их. Поэтому дефицита медицинских средств, либо же дефицита каких-то лекарств на сегодняшний день не наблюдается. Дефицита нет, но новые госпитали все же строят. Кроме того, Турция успевает послать грузы с гуманитарной помощью другим государствам. Строгого карантина, как и режим АЧП, в стране нет. Вместо этого комендантский час по выходным. 11 вечера, до комендантского часа 60 минут. Нет, люди не ждали до последнего, чтобы закупиться продуктами. Просто правительство застало всех граждан врасплох, сделав объявление за час. Министр МВД Сулейман Сугло извинился и хотел уйти с должности. Эрдоган отставку не принял. Но о новом комендантском часе президент объявил заранее. К слову, на поддержку экономики страны Эрдоган выделил примерно 17 миллиардов долларов. Это значительно меньше, чем в других европейских странах. Кроме того, в рамках национальной кампании солидарности правительство страны собрало свыше 200 миллионов долларов. Были введены отсрочки по платежам в бюджет по социальному страхованию на 6 месяцев. Отсрочки по выплате кредитов на 3 месяца. А также другие меры помощи, как и наличными средствами, так и другими методами для поддержания экономики страны. Экономика Турции уязвима коронавирусом. Но брать кредиты у Международного валютного фонда страна не будет. Такова позиция лидера государства. Между тем, на чрезвычайном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств глава Турецкой Республики предложил создать механизм сотрудничества между национальными кризисными центрами стран Совета. Как часть глобального сообщества мы боремся с этим невидимым врагом. Надеюсь, проведение Тюркского саммита укрепит наше сотрудничество. И даст Бог, мы станем сильнее после победы над пандемией. Необходимо обмениваться опытом и информацией, разрабатывать новые совместные решения и совместную стратегию. Казахстан поддерживает. Касым Жамартукаев предложил разработку совместного плана действия, а также активизацию Тюркской торгово-промышленной палаты и инвестиционного фонда. Между тем, локомотивом турецкой экономики по-прежнему является строительная отрасль. Но существенный вклад в ВВП вносит и туристический сектор. Государство прервало внешнее авиасообщение, перенесло начало туристического сезона. Пока на конец апреля. Поговорят, что легендарный All-Inclusive может уйти в историю. Сейчас тяжело оценить масштаб нанесенного урона турецкой экономике. Особенно это касается и сектора общественного питания, и сектора туризма. Как мы знаем, более 90% ВВП Турции – это малый и средний бизнес. Однако, какими будут итоги года, пока предсказывать тяжело. Коронавирус пришел в Турцию 10 марта. И с тех пор зараженных уже свыше 65 тысяч. Власти надеются, что европейский шаром, восточный изыск и этническое многообразие снова заиграют во всем блеске, когда уйдет COVID-19. Жалгас Азгамбаев, Баглам Бегайдаров, Атамикен Бизнес.